Встреча главы МЭД Армении и России Мы стараемся как-то найти общую позицию по тем или иным вопросам. Не всегда это удается, но мы пытаемся это сделать. — Звучали некоторые заявления очень интересные к теме. Лавров, например, заявил, что гарантии безопасности и прав населения Нагорного Карабаха должны обсуждаться между Степанакертом и Баку. — Тогда возникает вопрос, а что случилось с российским предложением насчет карабахского вопроса? — Дело в том, что в данном случае речь идет не об отказе от своего предложения, речь идет о принципе. — О том, кто с кем должен договариваться. Для нас это очень важно, потому что для нас это вопрос Донецка. — Украина должна договариваться с Донецком и Луганском, а не с Россией по поводу Донецка и Луганского. Поскольку в любой политике обязательно транспарентность. Если вы позицию заняли, вы не можете в похожем вопросе занимать иную позицию. — Поэтому мы сейчас выступили с той же позиции, с той же, с которой мы выступали на Украине, с той же, с которой мы выступали на Кавказе, я имею в виду абхазо-грузинскую историю. — Это не российская грузинская, абхазо-грузинская история. Так и здесь. Если для нас Донецк субъект, то для нас и Степанакер субъект. Здесь не может быть двойного подхода. Может быть, был бы другой выход, если бы у нас не было истории с Донецком на руках. Но она у нас есть. — Если рассуждать с последним событием, Баку сорвал переговоры со Степанакертом. И сейчас неопределённая пауза. — Пауза-то понятная для любого наблюдателя. Кто срывает переговоры, тот, кто уверен, что без переговоров получит больше. — Да? Ведь так. В любой ситуации. Не только на Кавказе. Значит, Азербайджан считает, что у него есть шансы получить больше. Без переговоров, без договоренностей. Может быть, договоренности с Соединёнными Штатами или с Турцией. — То есть без подмоги Турции? — Ну, без подмоги Турции не получится. Без подмоги Турции и война... — Я имею в виду ещё нынешнее состояние в Турции. — Ой, там такой наездник у власти, который на любом скакуне удержится. Экономика, да, в тяжёлом состоянии. А власть турецкая может держаться зубами. Он сколько раз уже фаук менял. С кем он только не договаривался, с кем он только не ссорился. А у власти удерживался. — Да. Нет ощущения, что Эрдоан начал отступать от своих принципов? — Ну, у него в действительности принцип-то один. Всё, что позволяет укрепить власть и усилить Турцию, должно быть сделано. Все остальные принципы — всего лишь средства. Никаких других принципов нет. — Например, в отношениях с Россией. — Да. А сколько раз он менял? Когда я говорил «менял фронт», я это имел в виду. — Вспомните, что российский самолёт за это время сбили только турки. Больше никто российские самолёты не сбивал. Поэтому этот же Эрдоан признавался нам в любви и дружбе, и в том, что мы союзники до конца. Но самолёты российские сбили они. Не игиловцы, никто, а турки. — Вопрос в том, что... Вернёмся к брифингу, уважаемый Дмитрий. Вопрос в том, что Лачинский коридор скоро уже сто дней как закрыт. И про Лачинский коридор Сергей Лавлёв сегодня выразился очень коротко, сославшись на трёхстановные договорённости. Ни слова, кто нарушал, нарушает договор, даже не было намёка на решение проблемы, как это бывало раньше. — Ну, значит, к сожалению, решение очевидного, которое можно презентовать, не оказалось. — Мы же с вами говорим, если мы исходим из того, что Азербайджан считает, что он победит без переговоров, то какие могут быть договорённости? Не потому, что Алиев чем-то там... — Он так же, как и Эрдоган, политик, который ставит перед собой задачу укрепить свою страну. Если для этого нужно ослабить чужие, то и бог с ним. Такой, знаете, политик конца XIX века. — Армения ожидает содействия России в вопросе отправки в Нагорный Карабах международной миссии по установлению фактов. Это заявление главы МИД Армении сегодня. Если это возможно, то при каких условиях? — Я не знаю, что может остановить эту миссию. Она же будет международной. — Ну да. — Вопрос в её статусе, в её организации. Если эту миссию послёт ООН, то её вообще невозможно остановить. Я не думаю, что ни Турция, ни Азербайджан будут противодействовать ООНовской миссии. Если это будет миссия Евросоюзовская, то это уже будет другая история. Евросоюз в последнее время много нашалил. И, так скажем, кредит доверия свой счапал в существенной степени. Если это будет какая-то другая структура, то надо понять, какая. — Дело в том, что Лачинский коридор под полным контролем российских миротворцев сил. Вот поэтому решение России очень важно здесь. — Нет, ну вряд ли Россия откажется в предоставлении возможности действовать в международной комиссии, особенно ещё. — А, это другой. — Да, да. — Понимаете, другой вопрос. — Кто там будет? Потому что если это будет как в Донецке, когда приезжали ребята вместо международной деятельности, занимались разведкой, то это уже реально. А если это будут настоящие эксперты, которые смогут честно показать ситуацию, то, и слава богу, я не думаю, что Россия будет здесь против. Я, конечно, не российское правительство, я государству не отвечаю, но как эксперт считаю, здесь больших проблем не будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова